аватар легенда об анги это огромнейшая вселенная в которой существует просто сотни различных аватаров и многим зрителям всегда было интересно узнать о судьбе хотя бы нескольких из них в мультсериалах наповедали историю анга коры и немного року но все остальные как-то остались в тени однако недавно вышел проект который рассказывает о жизни аватара киоши многие из вас уже конечно знают об этом так как я рассказывал вам уже об этом в своем прошлом видео и под тем роликом набралось много лайков как я и просил поэтому как и обещал в этом видео я сделал полный пересказ всей книги об аватаре киоши впереди вас ждут просто огромнейшие спойлеры поэтому будьте аккуратны а мы начинаем история аватара киоши начинается задолго до события истории об анги если первая книга аватар легенда об анги начинается где-то в девяносто девятом году после геноцида то события киоши беру свое начало в 312 году до геноцида то есть разница около 400 лет и кстати говоря киоши является самым долгожительным аватаром вселенной она прожила около 230 лет аватар киоши родилась где-то на территории королевства земли но где именно никто так и не знает ее мать под именем джесса была магом воздуха и монахом отступником ее отец харк приходился бедным актером из королевства земли когда у них родилась киоши они скатались по всему царству не останавливаясь на одном месте надолго и как раз таки примерно в трехсотые годы до геноцида царство земли было захвачено мятежниками которые называли себя еллоу на капризе а также преступная группа известной когда феи когда же киоши было около пяти шести лет ее родители решили оставить ее одного местного жителя в деревне якоя а сами сбежали и стали преступниками все детство киоши было очень трудным как только ее покинули ее родители местный житель сразу же нарушил договор заключенный с ее предками и выкинул ее на улицу жителям деревни был откровенно плевать на нее и они просто оставили киоши умирать с голоду у них не было никакой эмпатии к ней ведь они сами еле сводили концы с концами покинутая всеми киоши пыталась как-то выжить в холодном и неизведанном мире в этот период ей буквально приходилось есть помои из-за чего она стала изгоем даже для местных жителей и даже несмотря на все это она была довольно-таки высокого роста и свои семь лет было выше чем многие и сверстники в один день город якоя в котором жила киоши посетили два мастера земли и воздуха джанзу и кэлсинг которые были учителями и близкими друзьями предыдущего аватара а именно аватара курука они прибыли в деревню с цели найти нового аватара так как спустя семь лет после смерти предыдущего он так и не был найден они позвали всех детей но никто из них не смог пройти тест и тогда за дело взялась киоши ей было предложено выбрать 4 игрушки из нескольких сотен четыре игрушки которые принадлежали предыдущим аватаром девочка выбрала первую вещь и это была глиняная черепаха как раз таки она и принадлежала предыдущему аватару куруку затем джанзу и кэлсинг сказали что если она выберет еще три игрушки правильно то она есть новый аватар так как иоши уже испытала то какими люди могут быть жестокими она не поверила им и решила что они мошенники и хотят ее обмануть именно поэтому она сбежала с игрушкой в руках учителя же не стали преследовать ее и ложно решили что мальчик по имени юн является новым аватаром когда келсинг понял что местные жители вообще никак не помогают киоши он решил разыскать место где она пряталась и взять опеку над ней сперва девочка с опасением относилась к этому и не доверяла могу воздуха но со временем она начала осознавать что он честный и добропорядочный человек и спустя какое-то время он стал для нее отцом которого у нее никогда не было когда келсинг был в городе он всегда обеспечивал девочку всем нужным но когда он уезжал другие места он платил местным жителям чтобы не за ней ухаживали однажды после его очередного возвращения в деревню он обнаружил что киоши заметно похудела и как оказалось они никто не заботился тогда он пообещал ей что никогда больше ее не покинет примерно в это же время киоши начала помогать строительстве нового поместья для нового аватара юна тогда же она встретила свою будущую любовь франжи которая была магом огня и на тот момент приходилось телохранителем ложного аватара юна тогда оранжи очень часто кричал на киоши и в тот момент киоши поняла что когда маг огня кричит на тебя это значит что ты ему нравишься и да киоши была бисексуальна из-за того что киоши была очень организована чисто плотно было решено что она станет новой прислугой ложного аватара юна киоши это очень понравилось ведь она никогда не имела возможности жить в таких местах и тем более быть прислугой самого аватара и даже несмотря на то что киоши неплохо вписалась новый коллектив местные жители все равно и не любили и очень часто унижали больше всего тем занималась аома дочь главы деревни которая завидовала положению киоши но аватар киоши всегда придерживалась нейтрального джина именно того джина о котором говорил царь буми нейтральный джинь главное в моей земли надо научиться слушать и выбирать правильный момент для нанесения удара когда бы аома не пыталась травить ее киоши всегда предпочитала терпеть чем травить аома в ответ даже несмотря на тот факт что киоши была физически сильнее уже тогда она могла без особых проблем поднимать гигантские глыбы земли но восточности у нее были проблемы тогда келсинг предложил киоши начать тренировать свою магию чтобы будущем стать хорошим магом но киоши решительно отказалась объясняя это тем что это бесполезно для ее работы прислуги и таким образом она полностью отреклась от использования магии со временем юн киоши и раньше стали близкими друзьями однажды когда киоши помогала ложному аватару разбирать его подарки от разных царей и он в шутку прилег девочки на колени и тогда они почти поцеловались но во время остановились и поняли что из-за их социального статуса и обязанностей они не смогут быть вместе в один день 296 года до геноцида когда киоши и келсинг помогали ребятам на кухне то вдруг монах предложил посочинять импровизированные стишки по типу песен моряков на что все любезно согласились но когда пришла очередь киоши она неосознанно начала произносить слова из любовного письма аватара курука который он сочинил много лет назад когда келсинг поинтересовался откуда она знает этот стих киоши сказала что только что придумала его тогда монах быстро вывел ее из кухни и рассказал ей откуда эта песня на самом деле и в тот момент у мага воздуха появились сильные сомнения в том что юн настоящий аватар но келсинг и киоши решили пока что не раскрывать это всем так как примерно в это время должно было быть подписано соглашение с пиратской организацией именуемой пятая нация которая на тот момент была очень авторитетной и приносила хаос всему королевству юн попросил киоши потесни на подпись соглашения с пиратами на что киоши согласилась именно тогда она получила свой каноничный зеленый наряд встреча должна была пройти на южном полюсе но когда киоши юн и остальные попали туда оказалось что все это было ловушкой пятой нации чтобы схватить аватара и в итоге юна схватили а весь флот оказался в ловушке и тогда глава пятой нации предложил киоши примкнуть к его банде на что киоши злобно отказала и использовала всю свою мощь уничтожила весь вражеский флот и освободила своих союзников после этого события все сомневались в том что юн настоящий аватар джанзу решил снять киоши обязанности прислуги чтобы оценить ее способности как мага затем мастер магии земли увез юный киоши в отдаленную пустую деревню сперва два претендента название аватара думали что джанзу собирается вызвать у кого-то из них состояние аватара однако сам джанзу сказал им что просто хочешь чтобы они помедитировали и пообщались с одним духом но когда они принялись за дело маг земли зажег некий ладан и тем самым парализовал юной киоши так что они едва ли могли двигаться но все же киоши смогла открыть свои глаза и увидеть что происходит джанзу разговаривал с каким-то духом и спрашивал его о том кто из этих двух ребят является настоящим аватаром тогда дух заявил что ему необходимо взять кровь каждого из двух претендентов когда же он начал подходить киоши юн резко смог взять контроль над собой и это двинул девочку от духа но тем не менее спириту все же удалось взять кровь каждого из них и тогда он заявил что истинным аватаром является киоши дух сказал джанзу чтобы тот забрал девочку а юнона ставить себе за его непослушание джанзу быстро схватил киоши и унесся с пещеры где они находились закрыв проход магии земли девочка старалась сопротивляться но все было тщетно джанзу пытался продать свои действия тем что все это было во благо человечества и в этот момент появился кэлсинг который был тяжело ранен после драки на южном полюсе когда он понял что происходит он заявил что джанзу не имеет права сопровождать аватара келсинг приказал киоши бежать отсюда в то время как сам начал сражаться с джанзу но из-за его сильных ранений он проиграл и не просто проиграл он умер увидев все это киоши вошла в ярость а затем и в состоянии аватара она начала уничтожать все на своем пути том числе и саму деревню но джанзу успел спрятаться когда киоши опомнилась она уже со всех ног бежала поместье аватара где ее уже ждал оранжи киоши сразу же начала складывать свои вещи попутно объясняя все что произошло девочка решила бежать на бизоне келсинга как можно дальше от джанзу но раньше сказала что поедет вместе с ней так как по ее словам киоши бы не протянула долго 1 будучи еще в деревне киоши открыла сундук который оставили ее родители там находились металлические веера головной убор и краски для лица все то снаряжение которое стало каноническим по итогу две девочки отправились криминальной провинции королевства земли так как джесса и харк оставили и записку что там находится их союзники их встретили два мага земли вонг и лек маг воды керима и бывший наенные убийцы лао джи который также приходился магом земли как позже оказалось лека вырастили джесса и харк то есть родители киоши и между аватаром и мальчиком сразу же возникла некая напряженность затем киоши присягнула верности их банде что означало что она обязуется жить по их кодексу и против общепринятого закона девочка скрывала то что является аватаром и в то не тренировалась а также попросила бывшего наемного убийцу лао джи научить ее убивать людей ведь киоши знала что однажды она обязательно отомстит джанзу за убийство келсанга и юна раньше же не одобрила связь киоши с криминалами чуть позже когда их группа посетила секретную деревню доофеев раньше решила поучаствовать в битве насмерть с действующим чемпионом сперва она получила много ранений и была уже на грани смерти но в один момент посмотрев на киоши она вовремя опомнилась и сломала ее противнику ногу тем самым становясь новым чемпионом после этого киоши пришла с претензиями кранджи и попросила ту не рисковать своей жизнью направо и налево тогда маг огня напомнила аватару тех случаях когда киоши сама рисковала жизнью в тот момент они осознали что в их ситуации без этого никак не обойтись и затем они впервые поцеловались и в итоге стали парой после этого группа киоши получила задание от некой банды именуемые осенний расцвет так как лек был обязанным жизнью группа киоши приняла задание им необходимо было освободить одного заключенного который находился в доме одного местного правителя которого звали ти примерно в это же время на группу киоши напали ширшу которые были посланы джанзу тогда им удалось сбежать и они вместе с ранже решили сообщить всей банде о том что киоши на самом деле является аватаром все приняли это довольно хорошо и даже изъявили желание учить магии нового аватара таким образом основалась команда аватар только вот не хватало лишь мастера магии воздуха вскоре команда аватар таки принялась за поручение от банда осеннего расцвета лао джи предложил киоши помочь в убийстве губернатора чтобы та научилась наконец-то искусство ассасинов когда же команда аватар добралась до места оказалось что правителем был 15-летний мальчик который имитировал стиль правления своего отца лао джи уж было собрался убить подростка но киоши использовав магию швырнула бывшего ассасина и спасла мальчика от гибели тем самым немного нарушив договор затем команда аватар нашла заключенного и доставила его прямиком в руки банды осенний рассвет как потом выяснилось этим заключенным был немало известный лидер группы ел на капризе а все люди из банды осенний рассвет на самом деле были последователями yellow neck таким образом команда аватар освободила монстра который годами терроризировал все королевство земли киоши вместе с командой решили последить за дальнейшими действиями yellow neck чтобы понять их теперешние намерения купинг же не терял ни минуты и буквально сразу же начал нападать на обычных жителей с ближайших деревень аватар киоши не могла просто смотреть на это она вызвала ху пинга на дуэль юный аватар думала что ху пинг является обычным магом земли но как оказалось он был могущественнейшим магом огня который буквально сразу начал пускать в киоши разряды молнии из-за чего аватар даже потерял сознание едва встав на ноги и ощущая всю боль которая была только что ей получено киоши вошла в состояние аватара она начала сносить он своем пути даже команда аватар в свою очередь испугалась виды киоши когда она увидела выражение лица ху пинга она поняла что он никогда не изменится и все равно будет продолжать видеть хаос по всему королевству именно поэтому она безжалостно убила его без какого-либо сожаления когда киоши очутилась на земле она практически сразу же потеряла сознание и в итоге она пролежала таким образом аж три дня ее отнесли ближайшую деревню где ее посещал местный целитель когда киоши очнулась в ее комнате сидел лек тогда у них завязался очень душевный разговор лек рассказал как джесса и харк хорошо о нем заботились киоши же сказала что она очень рада что ее родители его вырастили и тогда олег впервые назвала ее сестрой после этого киоши лек и раньше вышли на рынок чтобы купить перчатки для аватара тогда они начали подмечать что окружающие очень странно смотрят на киоши как оказалось многие начали считать киоши каким-то демоном а другие думали что теперь она стал новым лидером yellow neck так как победила старого поэтому многие начали ее опасаться но продавцы сразу поняли что девочка на самом деле была аватаром и что она сделала все это лишь с целью помочь обычным жителям и в знак благодарности они подарили ей пару перчаток для ее обожженных рук когда они возвращались назад x поймали ширшу которые были посланы джанзу ранже взяли в плен олег был отравлен ядом из-за чего не смог протянуть долго и вскоре умер киоши сумела утащить тело лека и вернуться к своей команде через время команда аватар получила письмо с приложенными туда волосами ранже письмо гласила что если не хотят чтобы ранже не закончила также как и лек киоши нужно появиться в деревне кинчао которая находилась неподалеку от я кое наполненная злостью ненавистью киоши поклялась немедленно убить джанзу при встрече после этого команда аватар похоронила тело лека и начала разрабатывать план по спасению ранже киоши встретилась джанзу в каменном чайном домике в деревне кинчао мастер земли пригрозил киоши что снесет все здание с людьми если аватар не согласится стать его приспешником киоши он был отвратителен тогда джанзу он начал рассказывать истории своего прошлого о том как он совершал массовые убийства но тем не менее хоть его методы были жестокими зато они были эффективными после этого джанзу начал разрушать чайный дом то время как киоши пыталась противовес удержать все здание на месте и вдруг неожиданно в дверях появился убитый юн на киоши сразу же почувствовала что что-то с ним не так ведь он никак не мог выжить тогда и он подошел к джанзу и убил его а затем просто вышел из здания и исчез с поля видимости после этого киоши спасла оранжи и вернулась деревне и кое но как оказалось мать раньше была тяжело отравлена ядом джанзу и в этот момент было решено им всем разделиться потому как аватар все еще опасалась за безопасность своих друзей кирима и вонг решили залечь на дно лао джи ушел своей дорогой оранжи с матерью отправились на северный полюс чтобы вылечиться киоши же в свою очередь присоединилась группе путешественников которые отправлялись южный храм воздуха там киоши поведала монахам о том что на аватар сидя в южном храме киоши запросто получала новости со всего королевства однажды она узнала что джанзу в своем завещании завещал все свои богатства и земли киоши и через какое-то время аватар впервые в жизни встретилась с одной из своих прошлых жизней она встретилась с аватаром куроком и на этом моменте книга заканчивается а это лишь значит что где-то через год нас ожидает вторая часть этой книги также мы знаем из комиксов что после встречи с куроком киош основала воинов киоши остановила чина завоевателя и отделила остров киоши от континента также как-то раз во время восстания крестьян басинг с 46 король земли приказал киоши уничтожить повстанцев аватар не согласилась и после небольшой суматохи и они таки пришли компромиссу киоши начала готовить элитных солдат чтобы предотвращать восстание еще в зародыше этими элитными солдатами были до или тогда на и подозревать не могла что они станут самыми продажными войнами в истории умерла же киоши восемьдесят втором году до геноцида возрасте 230 лет и тем самым она стала самым долгожительным аватаром также дух киоши появлялся несколько раз в легенде о банке и легенде о коре на этом мы сегодня закончим ставьте лайк под этим видео а также оставляйте всяческие комментарии чтобы видео продвинулась и больше людей узнала об этой замечательной книге всем спасибо за просмотр еще увидимся а